Доброе утро, коллеги! Хочу сообщить вам, что 11 марта сегодня, то бишь, это день работников органов наркоконтроля России. Именно в этот день была создана Федеральная служба по обороту за контроль за оборотом наркотиков, да? Правильно? И вот мы сейчас поговорим о людях, которые готовят этих специалистов. У нас в гостях Игорь Медведев, начальник Сибирского юридического института ФСКН России. Доброе утро! Доброе утро! — Насколько мы сейчас выяснили, я выяснил, что единственный вуз в нашей стране, который готовит работников для вот этой службы. Скажите, насколько сложно поступить в ваш вуз, в Кольскур, он единственный, наверное, конкурс там, видишь, и насколько так сложные испытания там? Действительно, поступить в наш уникальный институт достаточно непросто. Мы единственные не только в Российской Федерации, мы единственные в мире, потому что при всем многообразии академии полиции, школ полиции, учебных курсов и прочее, прочее, мы единственная образовательная организация, которая дает сотрудникам полиции высшее юридическое образование с узкой специализацией и борьбой с незаконным оборотом наркотиков. В этом действительно наша уникальность. Поступить к нам в институт непросто. Учатся у нас юноши и девушки со всех регионов России, буквально от Калининграда до Камчатки. Это курсанты. Самое главное отличие от студентов гражданских вузов в том, что курсант с первого дня находится на службе в полиции. Соответственно, это особые требования к отбору кандидатов к нам на обучение. Уже буквально в феврале-марте ребята обращаются в службы кадров своих территориальных подразделений органов наркоконтроля, для того, чтобы с ними начали работать как именно с кандидатами на службу в полицию. Их проверяют с точки зрения готовности нести службу с оружием, с точки зрения законопослушности, с точки зрения соблюдения это его незаконодательство к здоровью, к психологическому состоянию и так далее. Пройдя такой мощный первый отбор у себя в территориальных органах, а самый главный отсев происходит на этой стадии, в июле месяце кандидаты, которые прошли первую стадию, прибывают к нам в институт на абитуриентские сборы, где сдают наш экзамен по физической подготовке, проходят повторную военно-врачебную комиссию, еще раз общаются с психологами, обязательно тестирование на неупотребление наркотических средств и психотропных веществ, и после этого принимается решение о зачислении в институт, ну объективно говоря, лучших из лучших. Фактически до стадии приезда в институт на абитуриентские сборы доходят не все ребята, конкурс на этот момент составляет 2,5-3 человека на место, на этот момент. В территориях документы подает гораздо больше ребят, не все они могут дойти до финишной стадии. Многие задают вопросы про ходной балл, конечно год от года он меняется, но хочу сориентировать, что у нас в качестве единых госэкзаменов засчитываются история, русский язык, общество знания. Для того, чтобы рассматривать шансы на поступление, нужно сдать каждый из этих ЕГЭ не меньше, чем на 60 баллов. Тогда шансы есть. Меньше, но они практически ничтожны. Ну и вот я еще с удивлением узнал, когда готовился к эфиру, о том, что у вас учатся студенты, ну реально, со многих стран мира, там и очень далеких, и близких. Тоже как так получилось, вот все едут к вам, к нам? Да, действительно, все едут к нам, и что очень приятно, не просто в Российскую Федерацию, а конкретно в город Красноярск. Здесь, наверное, самое главное, это удобное географическое расположение нашего института, ровно географический центр страны и близость к странам Центральной Азии. И с 1 сентября 2012 года у нас в институте функционирует факультет подготовки иностранных специалистов. Это молодые ребята, тоже юноши и девушки. Откуда? Они у нас из Киргизии, Таджикистана, Южной Осетии. И в этом году у нас впервые прибыли на обучение 5 ребят из Монголии. Для нас так расширение географии сотрудничества. Эти ребята учатся у нас 4 года, получают высшее юридическое образование и разъезжаются к себе в свои государства для того, чтобы продолжить службу в силовых структурах по борьбе и закону оборота наркотиков. Они могут служить в наркополиции, в полиции общей юрисдикции, в прокуратуре, в аппаратах судов. То есть на любых участках, куда их направят их комплектующие органы. Это факультет подготовки иностранных специалистов, где ребята учатся, получают высшее образование. Помимо этого у нас очень развито международное сотрудничество в сфере повышения квалификации уже действующих офицеров иностранных государств. Хочу сказать, что с 2012 года уже порядка 800 иностранных специалистов прошло переподготовку либо повышения квалификации как у нас в институте, так и в своих государствах, когда наши преподаватели приезжали и проводили так называемые выездные тренинги. 800 офицеров иностранных государств, которые знают в лицо по имени преподавателей Сибирского юридического института, которые знают специфику работы нашей федеральной службы, которые получили знания о новейших методах борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Для нас это очень хороший показатель. Еще и плюс интересный момент, что у вас есть филиал в Никарагуа. Единственный, наверное, в ВУЗ в стране, мне кажется, который имеет филиал в Латинской Америке именно в Никарагуа. Да, действительно, мы единственный ВУЗ в стране, у нас филиал в городе Монагуа, это столица Никарагуа. Так получилось, что в октябре 2013 года было принято решение об открытии учебного центра ФСКН России в Никарагуа. Это очень здорово, что страны Латинской Америки хотят востребовать и перенимать передовой опыт Российской Федерации. К сожалению, Латинская Америка – это планетарный центр производства кокаина, и очень приятно, что иностранные партнеры демонстрируют заинтересованность в сотрудничестве с нами. Наши преподаватели в настоящее время таким, условно говоря, вахтным методом выезжают в Никарагуа, проводят там выездные курсы, работают месяц-два, возвращаются на родину, потом опять. Пока мы арендуем свои площади, но я думаю, что до конца 2016 года мы в Монагуа построим свое собственное здание, и уже под флагом ФСКН России будет полноценный учебный центр. Для нас это настоящий прорыв, это очень здорово. То есть вы готовите там именно действующих офицеров или тоже как бы студентов? Да, это действующие офицеры, причем офицеры из разных структур, это и полиция, и вооруженные силы, и таможенные структуры, и прокуратура, то есть весь силовой блок, который причастен к борьбе с незаконным оборотом наркотиков. И что самое интересное, эти курсы востребованы настолько, что в Никарагуа приезжают на обучение полицейские из сопредельных государств. То есть когда наши специалисты работают в Никарагуа, туда же из Эквадора, из Перу, из Кубы, из Доминиканской республики съезжаются наркополицейские, чтобы прослушать двухнедельные курсы, которые дают наши российские офицеры. Это такой очень мощный посыл в развитии международных отношений. Хочу сказать, что в эти международные проекты в общей сложности вовлечено 26 иностранных государств. И, опять же, удобное географическое расположение города Красноярска создает дополнительные условия для того, чтобы мы активно двигались в этом направлении. Те офицеры, которые приезжают на учебу к нам, они тоже проходят двухмесячные курсы повышения квалификации. И, кстати, делают это с огромным удовольствием, потому что для подавляющего большинства из них это уникальная возможность, может быть, раз в жизни побывать в Сибири вообще, в Красноярске. И иногда удивляешься, что вот те какие-то, знаете, страшилки, которые вызывают у нас усмешку, а приезжают иностранцы и действительно с удивлением и с ужасом спрашивают, ходят ли у нас медведи по улицам, безопасно ли у нас. Но зато с огромным удовольствием знакомятся с красотами географическими, природными, культурными города Красноярска. Всегда это вызывает колоссальный интерес. Ну что же, у нас время подходит к концу. Я предлагаю поздравить, коль скоро праздник профессиональный. Коллег ваших есть? Минутка. Спасибо огромное, уважаемые коллеги. Хочу в день работника наркоконтроля пожелать всем, безусловно, профессиональных успехов, счастья, здоровья. Наверное, самое главное, уюта и домашнего тепла. Потому что если у нас будет все хорошо дома, все хорошо будет на душе у нас и у наших близких, то в работе это обязательно знаменуется дополнительными успехами. С праздником всех, хорошего настроения. Ну что, спасибо, поздравляю вас с праздником. Спасибо большое. Коллеги, передаю вам слово. Собственно, принимайте эстафету.